Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 сентября и я вот наконец-то нашла время, чтобы продолжить свои описания томатов, которые я выращиваю. Потому что, как я уже говорила, на меня обрушился урожай, нет ни одной минуты свободной, переспевают томаты. Кстати, в прошлом видеоролике я закончила на номере 133, сибирский изобильный. Напомню, что в первых номерах были те томаты, которые я выращиваю всегда из года в год. Дальше я иду по тем томатам, которые я вырастила нынче в первый раз. Какие-то мне прислали семена, какие-то в магазин не купила для расширения ассортимента. И вот те томаты, которые я сейчас рассказывать буду о них, конечно, количество семян ограничено. Но даже если вы не собираетесь брать семена или вам их не хватит, просто для общего кругозора будете знать, что есть, оказывается, еще вот такие сорта. И будете на будущий год уже иметь в виду. Номер 134. Сибирское чудо. Среднеспелый сорт для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями растения. Индетерминатное. Плод округлой яйцевидной формы. Гладкий красный. 150-200 грамм. Высокая урожайность. Устойчивость. Ну, все, как обычно у сибирских сортов выращиваю. В этом году впервые посадила несколько кустиков на пробу. Плоды мне понравились. Они такие средние. И не маленькие, и не большие. Если будет возможность, я потом покажу плоды. Но сорт хороший. Единственное, что он очень высокий. И даже на улице он у меня вырос 2 метра. Под 2 метра. Я представляю, в теплице будет, конечно, очень высокий. Это тот сорт, который нужно и посынковать, и подвязывать. Все полностью, весь комплекс ухода. Номер 135. Вечный зов. Вот этот вот, он пониже, и мне понравился больше. Ну, понравился чем? По простоте ухода. Проще его обрабатывать. Номер 135. Вечный зов. Раннеспелый, с плодами великанами. Раннеспелый, детерминатный сорт, с плодами великанами. Для открытого грунта, пленочных укрытий. Растение не штамбовое, полураскидистое, высотой 70 сантиметров. Низкорослый куст с тяжелыми, мощными плодами, массой 900 грамм. Продолжает воображение плоды. Выровненно крупные, плоско-округлые, глянцево-красные, очень мясистые, малосеменные, нежного сахарного вкуса. Урожайность достигает 5-9 килограмм с куста. Мне этот сорт очень понравился. Невысокий куст, плоды крупные, но, конечно, 900 грамм у меня не вырос ни один плод, потому что у нас лето нынче было очень засушливое. Но вообще не хватало, конечно, им влаги. На будущий год буду снова садить, буду еще раз смотреть, потому что я просто не успевала нынче все поливать, особенно в открытом грунте. И, кстати, ближе к осени, когда жара немножко спала, плоды стали увеличиваться. Наоборот, внизу были меньше на первых кистях, а вверху стали они формироваться больше. Из этого я поняла, что просто им не понравились нынче условия погодные. 136 гусиное яйцо. Отличный крупноплодный урожайный сорт универсального назначения. Растение высокорослое, кисть сложенная с 6-8 крупными плодами яйцевидной формы. Плоды ярко-красные, плотные, как камни, массой до 300 грамм. Вкусны в свежем виде, прекрасно подходят для засолки и консервирования. Хорошо дозариваются. Урожайность 7 килограмм с квадрата. Три растения на метр выращивают в 1-2 стебля с подвязкой и посынкованием. Вот это гусиное яйцо, мне прислались семена, я его посадила первый раз. Действительно, он, такие плоды, я потом их тоже постараюсь вам показать, они у меня еще есть, вот такие огромные, возьмешь в руку, действительно напоминают гусиное яйцо, такие тяжелые, крупные. И именно что кистями, что поражение, ну кисти у меня вот в теплице, я выращивала и в теплице, и на улице, кисть не подвязала, и они у меня как бы обломились, ну как, как сказать вам, ну, короче, сломались вот эти вот, которые держат кисть, потому что там действительно по 5, по 6, по 7 вот этих крупных плодов, и они прям обламываются полностью кисть. Если будете выращивать вот это гусиное яйцо, нужно подвязывать еще и кисти. Очень урожайный, красиво смотрятся, вот эти вот огромные, вот эти яйца красные висят. Выращивала и на улице, и в теплице, повторюсь еще раз, везде высокий получается. В теплице очень высокий до потолка, и на улице высокий, так что вот это опять же тот сорт, который нужно и посынковать, и подвязывать. Нужен тщательный уход. 137, красный глобус, раннеспелые, помидоры круглые, красные, массой 160-200 грамм, до 400, малиновые внутри, упругие, мясистые, малокамерные, семян в плодах мало, отличный салатный сорт, с хорошим вкусом, нетребовательный, в открытом грунте до 1 метра, дружное созревание, алтайская селекция. Вот эти томаты, они не высокорослые, они больше метра у меня не выросли, да, такие плоды кругленькие, именно что не плоско, а круглые, не вытянутые, а именно круглые, как шар, глобусиком. Тоже я их отношу к среднему размеру, вот 160-250 грамм, они и не огромные, они и не маленькие, очень хороши в салатах. Вот такой вот сорт середнячок, можно использовать хоть куда. 138, клуша, среднеранний, низкорослый сорт для открытого грунта, куст штамбовый, устойчивый, высотой 50 сантиметров, не требует посынкования, в рассаде не вытягивается, плоды красные, округлые, 150 грамм. Так интересная особенность, урожай спрятан под листьями в глубине куста, на 1 квадратный метр 5 растений. Вот про этот сорт клуша я что могу вам сказать? Я уже говорила, что он очень похож на сорт демидов. Демидов также листиками раз укрывает свои плоды. Он также невысокий, вот относится, как раз я его поставила в тот ряд, где демидов, где таймыр. Плоды небольшие, 150 грамм, такие средние, вот именно средний вес, они не мелкие, не крупные. Плодов много, обильно увешан кустик плодами. Очень урожайный, мне очень понравился. Мне его тоже прислали, выращиваю первый раз. И он у меня, как получил очень хорошую отметку, мнение о нем положительное. Он и вкусный, он и неприхотливый. Вот за ним можно сильно не ухаживать. Я его не посынковала, подвязала колышку и все. И он у меня все лето, до сих пор еще там висят плоды. Это была у нас клуша. Клуша красная, есть еще такой же супер клуша, она розовая. Супер клушу я не выращивала, у меня участок очень маленький, мне присылали и те, и те семена. Но от клушу я вырастила, я от нее в восторге, она меня не разочаровала. Я специально про нее прям видеоролик снимала, что ожидание оправдала. Очень урожайная, вкусная, неприхотливая. 139. Каштанка. Куст высотой до 80 см в открытом грунте, до 160 см в пленочных теплицах. Усыпен кистями плодов, от белесого до ярко-красного цвета, в зависимости от степени зрелости. Плоды округлые, очень ровные, массой 150 грамм томаты, дружно созревают, высокие вкусовые качества. Подходит идеально для консервирования, засолки. Сорт устойчив, вызревает на кусте в условиях Сибири, при посадке в грунт 3-5 растений. Вот клуша это как раз тот самый сорт, который идеальный для консервирования. Вот массой до 150 грамм, но это вот нижние будут покрупнее, а вообще весь, почти весь куст до самой макушки усыпан вот такими плодами, 100 граммовками. Они прям как штампованные. Все идеального такого, идеальной формы, нет ни корявых, ни уродливых. Именно вот как засолочный сорт, прекрасный. Не надо выбирать там, какая подойдет, какая не подойдет. Можно куст обобрать и весь сразу по банкам разложить. Мне он очень понравился тем, что он невысокий, 80 сантиметров. Я выращивала нынче в открытом грунте, в теплице не высаживала. Не знаю, будет ли он там 160 сантиметров в высоту. Но в открытом грунте он как раз у меня даже до высоты колышка не дорос. Идеально. В уходе очень неприхотливый. Я тоже ничего с него не снимала. Раз плоды маленькие, я не побоялась, что они измельчают. Просто подвязала и вот он весь, весь, весь был в плодах. Номер 140. Маняша. Так, это совсем другой. Это высокий, крупный, мясистый и очень вкусный. Среднеранний сорт для открытого защищенного грунта, индетерминантного типа, требует подвязки и формирования. Плоды плоскоокруглые, слаборебристые, красивые розовые окраски, крупной массой 250-400 до 600 мясистые. В свежем виде, на засолку. Отличается высокой завязываемостью плодов. Вот, короче, это полностью такой классический томат. Крупный, такой плоскоокруглый, слаборебристый, который нужно и подвязывать, и посынковать, и следить за ним. Но зато он даст вам крупные, вкусные, мясистые плоды. Номер 141. Москвич. Раннеспелый сорт для выращивания в открытом грунте. Вот такие, как москвич, именно для открытого грунта. Я нынче попробовала такой же таймыр посадить в теплицу, ничего у меня не получилось, он там измельчал, он не хочет там расти. И если написано, что для открытого грунта, вот как москвич, например, на примере москвича я вам говорю, не заталкивайте, не принуждайте его расти в теплице. Там, возможно, будут плохие результаты. Вот москвич у меня выращивался нынче на улице, выращивался первый раз, показал прекрасный результат, обилие плодов. Растение низкорослое, 28-40 см. Вот он, кстати, рос рядом с клушей, они очень похожи. Штамбовое, детерминантное, компактное, великолепно растет в загущенной посадке. Это очень важно для людей с маленькими участками, с огородами. Плод округлый, плоскоокруглый, гладкий, слаборебристый, массой 55-75 грамм, окраска зарелого плода красная, сорт очень урожайный, хорошо завязывающийся, при неблагоприятных условиях, устойчив для потребления в свежем виде и засолки. Ну, тут написано 55-75 грамм. У меня плоды, только самые последние кисти были такие, вообще был крупнее. Он был почти размером с клушу, 100-120, даже 150 грамм. Я садила его на завалинке вокруг теплицы, так же, как сажу вот этот полюс и таймыр, и они очень похожи. Его можно из огущенной выращивать, его можно выращивать без всякого ухода. Вот это именно тот неприхотливый сорт, москвич, который подходит и для регионов с холодным коротким летом. Москвич это друг клуши, они похожи. Так, 142 малиновка. Малиновки нынче у меня не было, я собиралась ее высаживать, но не хватило места, поэтому я ее пролесну, чтобы время не тратить. 143 черный мавр. Я описывала Дебарао черный. Вот это вот черный мавр, это близнец Дебарао черного. Они у меня растут рядом, они почти ничем не отличаются. Так, написано, среднеранний сорт для парников и теплиц, но у меня он вырос прекрасно на улице и вызрел на улице. Сейчас еще висят там кисти, некоторые недозрелые, но я уже снимала. Растение высотой метр-метр тридцать, образует 7-10 кистей, с плодами на каждой по 7-10. Плоды сливовидные, бордово-шоколадные, массой 30-50 грамм, плотные, очень сладкие. Ценность сорта очень обильное плодоношение, высокие вкусовые качества. Рекомендуется для употребления в свежем виде и консервации. Конечно, для консервирования он подходит идеально, плоды небольшие, в баночки можно накладывать. Еще раз повторю, он очень похож на Дебарау черный. Такие же они какие-то вот, они, конечно, красные, но какие-то темноватые, такие, как я называю, грязно-красного цвета. Вот тут написано бордово-шоколадный, но цвет не опишешь какой. Такой темноватый, да. 144 сорт Штрауха. Сейчас Штрауха, полосатый шоколад, последний быстренько. Среднеранний сорт томатов, плоды могут весить 110-120 грамм, до 18 штук на кисти, сочные, мясистые, высота 1,5 метра, в теплице может быть до 2 метров. Вот это описание как раз того Штрауха, который я вам показывала, который я забыла в лотке на шкафу, он был белыми ниточками, потом я его высадила в теплицу. Очень хороший сорт, тоже идеального все они вида, они вот как будто бы на картинке, все одинаковые, все выровненные. Я вам показывала, он и внутри хороший, мясистый, и красивый, но единственное, что он очень высокий, в теплице у меня под полтолок дорос, 2 метра и даже больше 2 метров. Ну, кто не боится бороться с высокими растениями, пожалуйста, вот сорт Штраух, можно и кушать, можно и солить. И 145, последний на сегодня, полосатый шоколад, редкий, средне-ранний урожайный сорт, плоды плоско-округлые, крупные, необычные окраски, красно-коричневые, с зелеными полосами. Я вам показывала летом и куст, какие они были зеленые и красивые, потом показывала, здесь уже вкус плодов отличный, мякоть сочная, очень сладкая, нежная. Он снаружи шоколадный, разрезаешь изнутри, он внутри аж такой багрово-красный, вот именно средина, очень вкусный, мне понравился. Мне тоже прислали эти семена, спасибо тому, кто прислал, мне очень понравился и внешний вид, вот такое прям эстетическое наслаждение, смотришь на него, и вкус. Идеален для свежего потребления салатов консервирования, происхождения США, но это еще один американец, к моим голубым добавка. Тип куста полудетерминантный, то есть он высокий, но он не перерастает, вот человеческий рост, он до меня вырос и все. Высота растения, вот правильно, 150 сантиметров, цвет коричнево-зелеными полосами, форма плода бифштекс, вес плода 100-300 граммов, формировка в 2-3 стебля. Все, остановились на старике хотабочи, в следующий раз расскажу, а, я забыла сказать, что вот этот вот полосатый шоколад, он тут урожайность не указана, но он весь увешан плодами, я летом показывала, вы, наверное, видели, вот он до того урожайный, все кусты вот в этих полосатиках улеплены. Мне очень понравился этот сорт, на будущий год буду выращивать, и его вам всем рекомендую, для того, чтобы и украсить участок, и поесть вкусные плоды, и получить много-много вот этого вот, именно масса, большая, выход. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это описание подробное томатов, которые я выращиваю. Субтитры создавал DimaTorzok,